По информации СМИ, на лыжероллерной трассе ремонт закончили, а ни одного спортсмена тут нет. Вероятно, это один из показателей качества самого ремонта. По словам Анатолия Бирюкова, тренера по лыжным гонкам, лыжероллерная трасса была просто необходима. Вот только начали ее ремонт слишком поздно. И вскоре начались ожидаемые проблемы из-за погодных условий. Большую часть ее сделать успели. Спортсмены говорят, что осталось положить около 500 метров асфальтового покрытия. У нас возникла другая проблема. Где проходит вот эта роллерная трасса, там у нас еще и лыжная трасса. Вот, 5 километров. А так как шли строительные работы, там, естественно, щебенка, глыбы замерзшей земли, поэтому нам вот до сих пор там трассу невозможно сделать. Я что-то сомневаюсь, что кто-то нам это сделает. Тренер бил тревогу. Вот только, говорит, рабочие отмахивались. Отвечали, что успеют и доделают потом. Из-за этого кататься там невозможно. Поэтому спортсмены выходят на привычный Рюминский пруд. Это уже традиция первые 10 дней каждой зимы заниматься на замерзшем водоеме. Вот только этот сезон им, скорее всего, придется провести здесь полностью. А различия в подготовке и тренировке на месте огромные. Мы сейчас катаемся чисто на равнине. Здесь одна техника применяется. Меньше тренируется наша функция. На пересеченном месте, естественно, там и техника немножечко другая, и вернолыжная техника шлифуется. Вот, и функции легче тренировать, потому что нагрузка более такая сложная. Анатолий Бирюков говорит, что лыжероллерная трасса – это большой плюс для спортсменов. К сожалению, доделать ее не успели. Тренер надеется, что закончат ее весной. А пока ко всем предстоящим соревнованиям – региональным и всероссийским – спортсменов придется готовить здесь, на равнине. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».